Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Значит, человека зовут автор вопроса Инна, пишет она следующее. Месяц за месяц было около 9 встреч, начала узнавать его ближе, привязала, хотелось больше видеться и общаться. Глупые были желания поторопить отношения, я уже некоторое время почувствовал, что он отдаляется, правда мы и близки не были. Стал меньше писать, звонила только я, меня очень обижалось, что он редко пишет, мне звонится, мы толком не видимся. Я написал ему, что больше так не могу и хочу расстаться, он на мое сообщение возмутился, но согласился, пожелал мне всего лучшего, поблагодарил за прекрасные моменты, которые были между нами. После меня была сильная депрессия, я не ожидал, что он так и так легко закончит отношения. Написал я через несколько дней, что скучаю, на что он ответил, что я странно себя веду, после я написал ему сообщение, на котором не ответил и проигнорировал. Щелковое состояние, такое ощущение, что меня выкинули как использованную дрябку, как вы думаете, почему все так вышло, напишет ли он мне? Ну, последний вопрос, совершенно очевидно, больше про, погадать, вот последний вопрос, совершенно очевидно, больше про предсказания. Мы предсказаниями не занимаемся, поэтому я бы здесь, на самом деле, не стал бы ничего отвечать, потому что абсолютно неизвестно, написать вам или нет. Ну, как бы, это в данном случае не является предметом, именно, так скажем, компетенции психолога. Вот. Предметом компетенции психолога является указать вам на, собственно, те моменты, которые являются деструктивными в вашем поведении. Итак, давайте по порядку, благо у вас тут весьма много моментов таких, разноплановых, на которые хотелось бы обратить ваше внимание, как минимум. Итак, первое, встречались около месяца, и за месяц было около девяти встреч. Первый вопрос, который здесь хочется задать, как вы познакомились, вот, что между вами общего, как вы выстраивали свое общение? Ну, то есть, что это было за общение, да, каким оно было, это общение? Что это общение из себя, ну, вот, условно говоря, представляло, да? Вот. Насколько оно было односторонним, насколько оно было глубоким, вот, и так далее. Потому что, ну, я думаю, вы понимаете, что общение может быть разным, вот. Я надеюсь, что вы понимаете, что то, что вы называете, например, встречанием, ну, вот, то, что вы описываете, как... Вы встречались. Совершенно, не обязательно, а, как бы, таковым является на самом деле. Вот. Поэтому, вот, первый аспект, да, что между вами было общего. Это крайне важно, чтобы увидеть, на каких основах лично вы выстраиваете взаимодействие, выстраиваете контакт. Далее. Вы пишите про девять встреч. Что это были за встречи, как они проходили, как вы себя на них, на этих встречах чувствовали, как чувствовал себя ваш партнер на этих встречах, это очень важный момент. Дальше. Начала узнавать себя ближе и привязалась. Привязалась, а, хотелось больше видеться и общаться. Вот это важный момент. Ага. Что вы вкладываете в то, что вы привязались и то, что вам хотелось больше видеться и общаться? Как будто бы здесь вам самой что-то нужно. Как будто бы здесь у вас есть какое-то свое собственное желание, призванное вам что-то дать такое, чего вам без этого не хватает. То есть уже вот здесь не совсем в выигрышном положении для отношений, в уязвимом. Дальше. Глупое было желание подробить отношения. Зачем и почему глупое? Знаете, здесь конфликт. С одной стороны вам хочется подробить отношения, с другой стороны вы называете это желание глупым. Именно поэтому вы, собственно, отношения подробили и они разрушились. Если бы вы признали то желание, которое лежит в основе потребности подробить отношения и перестали бы его обесценивать, а позволили бы его реализовать на более глобальном уровне, все было бы в порядке. Через некоторое время почувствовалось, что он отдаляется, правда мы и близки не были. А как тогда? То есть вот видите ли вы некоторое противоречие в том, что вы пишете? То есть типа он отдаляется, но мы не были близки. То есть видите ли вы здесь противоречие? Получается, что он отдаляется только для вас. Стало меньше писать, звонила только я. А для чего вы звонили? Что бы что. Меня очень обижало, что он редко пишет. Каким образом вас это обижало? Ну конкретно. Опишите, пожалуйста, свои чувства здесь. То есть, ну просто вот. Каким образом вас это обижало? Хотелось бы увидеть. Дальше. Я написал ему, что больше так не могу, как не могу. И хочу расстаться. А хотите ли вы расстаться на самом деле? Он на мое сообщение возмутился, но согласился, пожелал мне всего лучше. Поблагодарил за прекрасный момент, который были между нами. Для чего вы пишете здесь о нем? После меня была сильная депрессия. У вас есть диагноз, что у вас депрессия? Что вы называете депрессией? Депрессия это заболевание. Я не ожидал, что он так легко закончится отношение. Это ваши ожидания. Нужно поисследовать их. Понять, что лежит в их основе. Через несколько дней написал, что скучаю. На что он ответил, что я странно себя веду. Как вы сами к этому относитесь? Потому что вы сперва расстались, потом напишите, что скучаете. Что это за чувства, которые лежит в основе скуки? Тоже давайте обратим на это внимание. После я написал ему сообщение. Зачем? Какое? Он проигнорировал щековое состояние. Такое ощущение, что меня выкинули, как использование депрессии. На этом все. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Ну и желаю вам всего самого доброго и удачи!